Десять пунктов планок эффективной эксплуатации планеты с примитивными формами жизни. Захватывание чужих планет – это, в общем-то, простая вещь. Летишь туда, и всех там съедаешь, или подчиняешь население и оставляешь их всех работать на себя. Подчинение коренных жителей силой несет в себе некоторые недостатки. Большинство этих так называемых примитивных существ – ленивы, и под принуждением силы у них развиваются неправильные отношения к работе. Кроме того, они постоянно будут докучать своими надоедливыми восстаниями и бунтами, и в этом случае ты для них будешь только предметом их ненависти. Из этого следует, что большинство жизненных форм недоразвиты и вряд ли представляют ту ценность, ради которой стоило бы стараться. Как раз сегодня нужно эффективнее использовать свои ресурсы, думая о будущем, рассматривая планету как ценное устройство. Приводи планету к процветанию, одновременно вводя экономическую систему, которая в кратчайшие сроки сделает жителей зависимыми от денег, следя за тем, чтобы они все больше и больше от них зависели. Коренные жители из-за некудышной формы жизни будут сами усердно стремиться к работе, увеличивая этим самым производство и развитие. Они будут так сильно стремиться к своей собственной выгоде, что даже не будут замечать, что делают все только во благо вам. Если ты контролируешь созданием денег и владеешь их большей частью, то эти примитивные существа упадут в ноги и тебе, и вашей планете абсолютно добровольно. Пункт первый. Подготовка. Доверчивая, внушительная внешность и убедительное выступление. Используй свой галстук. Пункт второй. Деньги. Основа нашего плана. Примитивным формам жизни новая система. Даже удобно. Занимаясь торговлей, товары и услуги приходится обменивать между собой. Примитивным формам жизни новая система. Ты решаешь внедрением денег. Дай почувствовать преимущества денежной системы. Это универсальная мерила стоимости, удобная при транспортировке. Деньги не портятся и таким образом всегда остаются ценными. Делают независимым от острых потребностей и заменяют неудобный натуральный обмен товарами. Новая система упрощает и ускоряет торговлю и быстро вводится в обращение. Теперь будут все вокруг нуждаться в деньгах, за которыми тянутся новые проблемы. У кого их много, начинают бояться за свое богатство. У кого мало, хотят больше. Появляется много возможностей, как можно заработать. Но тут нужен начальный капитал. Деньги. И их можно занять. Это называется кредит. Они еще не знают, но они нуждаются в банке. Им нужен кто-нибудь, кто будет охранять их деньги. И тот, кто может отдать им кредит, если вдруг он потребуется. Проще и не придумаешь. Тут нужно только брать деньги и отдавать их другому, кто в них нуждается. Пункт четвертый. Проценты. Увеличивай груз. Проценты – это довольно простая вещь. Кто дает в долг деньги, тот больше получает назад. Бери небольшой процент цену за твою заботу. Ничего страшного, они даже скажут, что это правильно. Вовлекай других. При том, чтобы они верили в собственную от этого выгоду. И ты получишь деньги, ничего при этом не делая, ничего не вкладывая и, кроме всего, без риска. Увеличивай. Самое эффективное в процентах – это то, что ленивые существа при нем больше работают, так как тем, кому нужно платить проценты, необходимо больше денег. А тому, кому нужно больше денег, приходится для этого сильнее напрягаться. Один маленький пример. На планете с десятью существами вводятся деньги в форме кожаных кусков. Каждый получает по 10 кусков под 10%. Под конец должно быть возвращено 110 кусков. Хотя их всего 100. Откуда возьмется остаток? Один должен все свои кожаные куски потерять, чтобы другим хватило на проценты. Так как никто не желает в конце остаться без денег, все будут настолько сильно стараться заработать, насколько это возможно. Как бы кто ни старался, под конец обязательно кто-нибудь всегда будет в пролете. И тогда откуда брать деньги? Именно. Проценты – это твое самое важное оружие. Они принуждают к тому, чтобы больше производить, чтобы больше разрабатывать, позволяют другим корыстно вступать в конкуренцию друг против друга и зарабатывать для тебя, как для единственного победителя. Потребность в деньгах постоянно повышается, и зависимость от твоего банка будет всегда только увеличиваться. Пункт пятый. Сложные проценты. Давай проценты под проценты, чтобы они от этих процентов зависели. Сложные проценты выплатить практически невозможно. Почему? Если взятый кредит не погашается, то занятая сумма повышается с каждым годом. За счет денег, которые капают с процентов. Увеличенная сумма становится основной дальнейшей суммой взятого кредита. Вследствие чего в следующем году проценты начисляются уже с этой суммы, а не с начальной. Отсюда следует, что долг будет расти все быстрее и быстрее. Пример. Если бы кто-нибудь 2000 лет назад на нашей земле взял бы в долг 1 цент под 5 процентов, в мизерную безобидную сумму, и если бы он этот долг отдал через 15 лет, то должен был бы к тому времени 2 цента. Через 30 лет 4 цента. А через 1450 лет должен был бы уже весь земной шар, сделанный из чистого золота. А сегодня этот золотой шар, то есть его долг, выглядел бы в 286 миллиардов раз больше нашей планеты. Есть только одно но. Мы так долго не живем. Пункт шестой. Бумажные деньги. Начинаю подходить к решению реального захвата. На золотые монеты, отданные на хранение в банк, будут опубликованы квитанции, банкноты, которые представляют нечто вроде саму эту монету. Так как клочок бумаги не представляет из себя никакой материальной ценности, убеди их в важности этого клочка бумаги. Убеждая их в ее ценности. Отныне среди примитивных существ должно вращаться столько клочков бумаги, сколько в твоем банке лежит золото. Пункт седьмой. Безналичный расчет. Освобождение от бумажных денег. Финальная форма денег это безналичный расчет. Если в банк кто-то кладет деньги, или наоборот банк выдает ему кредит, то на его счете в этом банке записывается соответствующая сумма. На эту записанную сумму ты можешь всегда взять реальные наличные деньги. В этой системе создаю возможность выполнять платежи со своего счета на чужое, например, переводом или платежом кредитных карточек. Этот вид платежа удобен в преодолении времени и дистанции, и он очень быстро войдет в обиход жизни, так что никакие реальные бумажные деньги вскоре больше не понадобятся. Теперь новые деньги это безналичные деньги, электронные деньги, абсолютно не из материи, всего лишь информация. Пункт восьмой. Размножение денег. Это будут деньги. Безналичные деньги, которые представляют, собственно, только как требование на наличные деньги, так практичны и быстры, что в реальных наличных деньгах едва ли кто-то нуждается. Если положенные в банк деньги какое-то время не забираются, ты их можешь несколько раз выдавать в качестве кредита. На случай, если кто-то захочет забрать наличные деньги, держи просто на готове небольшой резерв, так примерно от 2 до 10%. Должно хватить. Из этого следует, что при 10% минимального резерва ты можешь делать из каждого денежного знака, который получаешь, в 10 раз больше безналичных денег. Пункт 9. Современная банковская система. Кто-то на свой счет записал какую-то сумму, так как положил наличные. Эти наличные деньги берутся как основа, чтобы давать кредиты. На основании минимального вклада, как резерва, в наличных деньгах может давать в долг несколько раз. Деньги возникают из-за предоставления кредитов, за которые банк получает проценты. Из-за этих процентов возникают требования в дополнительных деньгах, которые возникают снова из-за кредита, за который снова должны платиться проценты. Система становится самостоятельной. Твоя прибыль и твоя власть растет все быстрее и быстрее. Ты берешь себе деньги, которые тебе не принадлежат, создаешь вместе с тем деньги, которые не существуют, и снимаешь за это еще в кассу процентов. Пункт 10. Инфляция и дефляция. Стабильные цены. Инфляция. Если денежная масса по отношению к товарам и услугам возрастает, деньги теряют свою ценность, что ведет к тому, что цены продуктов растут. Если деньги сильно обесцениваются, теряется общее доверие, вследствие чего деньги обесцениваются еще больше. Впоследствии от этого с полок сметают продукты. Денежная система рушится. Дефляция. Если денежная масса по сравнению к товарам и услугам опустится слишком значительно, ценность денег вырастет. Никто больше не тратит деньги, только в случае приострой необходимости от этого продукты и услуги дешевеют. Отсюда цены должны опуститься еще больше, впоследствии от этого будет большая нехватка денег, так как их стоимость растет все выше. Запрос на товары убавляется все больше и вместе с тем также ухудшается производство. Экономика рушится. Если ты следовал точным указаниям, ты теперь достигнешь своей цели. Деньги управляют миром, ты управляешь деньгами. Вся планета принадлежит тебе и никто этого не замечает. Планета развилась. Теперь имеется много используемых товаров и далее постоянно производятся новые. С каждым днем повышаются требования к новым деньгам. Ты зарабатываешь на каждом центе. Богатые счастливы, бедные заняты. И им даже некогда задумываться, как устроена эта система. С каждым днем все больше и больше эта система затягивает коренных жителей в зависимость и погружает все глубже и глубже в финансовое рабство. Ты управляешь деньгами, деньги управляют миром. и paral optimизируют миром. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...